Я не знал, когда по совершенной благости твоей стало исчезать в ее сердце это пустое желание. Я радовался и удивлялся, видя таковую свою мать, хотя правда, и в той нашей беседе у окошка, когда она сказала, что мне здесь делать, не видно было, чтобы она желала умереть на родине. После уже я услышал, что когда мы были в Ости, она однажды доверчива, как мать, разговорилась с моими друзьями о презрении к этой жизни и о благе смерти. Меня при этой беседе не было. Они же пришли в изумление перед мужеством женщины. Ты ей дал его и спросили, неужели ей не страшно оставить свое тело так далеко от родного города? Ничто недалеко от Бога, ответила она, и нечего бояться, что при конце мира он не вспомнит, где меня воскресить. Итак, на девятый день болезни своей, на пятьдесят шестом году жизни своей и на тридцать третьем моей, эта верующая и благочестивая душа разрешилась от тела. Двенадцать. Я закрыл ей глаза, и великая печаль ввелась в сердце мое и захотела излиться в слезах. Властным велением души заставил я глаза свои вобрать в себя этот источник и остаться совершенно сухими. И было мне в этой борьбе очень плохо. Когда мать испустила дух, а Деодат дитя жалобно зарыдал, но все мы заставили его замолчать. И таким же образом что-то детское во мне, стремившееся излиться в рыданиях этим юным голосом, голосом сердца было сдержано и умолкло. Мы считали, что не подобает отмечать эту кончину слезными жалобами и стенаниями. Ими ведь обычно оплакивают горькую долю умерших и как бы полное их исчезновение. А для нее смерть не была горько, да вообще для нее и не было смерти. Об этом непреложно свидетельствовали и ее нравы, и вера нелицемерная. Что же так тяжко болело внутри меня? Свежая рана от того, что внезапно оборвалась привычная, такая сладостная и милая совместная жизнь. Мне отрадно было вспомнить, что в этой последней болезни, ласково благодаря меня за мои услуги, называла она меня добрым сыном. И с большой любовью вспоминала, что никогда не слышала она от меня брошенного ей грубого или оскорбительного слова. А разве, Боже мой, Творец наш, разве может сравнивать мое почтение к ней с ее служением мне? Лишился я в ней великой утешительницы, ранена была душа моя, и словно разодрана жизнь, ставшая единой. Ее жизни моя слились ведь в одно. Мы удержали мальчика от плача. Эводий, взяв псалтырь, запел псалом, который мы подхватили всем домом. «Милосердие и правду твою воспою тебе, Господи!» Услышав, что происходит, сошлось много братьев и верующих женщин. Те, на чьи это было обязанности, стали по обычаю обрежать тело. Я же в стороне, где мог это делать пристойно, рассуждал с людьми, решившими меня не покидать. О том, что приличествовало этому часту, и лекарством истины пытался смягчить мои муки. Тебе, ведомые, неизвестные им, внимательным слушателям моим, думавшим, что я не чувствую никакой боли. Я же в уши твои, никто из них меня не слышал, кричал на себя за свою слабость. Ставил плотину потоку моей скорби, и она будто подчинялась мне. А затем несла меня со всей своей силой, хотя и не позволял слезам прорываться, а выражение лица и изменить. Но я знал, что я подавляю сердце мое своем. А так как меня сильно угнетало, что меня так потрясает смерть, которая по должному порядку и по участи человеческой приходит неизбежно, то еще другой болью болел я в боли моей, томясь двойной печалью. Тело было вынесено, мы пошли и вернулись без слез. При молитвах, которые излили мы тебе, когда предложена была за нее искупительная жертва и по обычаю тех мест, тело до положения в гроб лежало около него, даже при этих молитвах я не заплакал. Весь день в тайне тяжко весь день скорбел я, и в душевном смятении, как мог, просил тебя исцелить боль мою. Ты не делал этого, думаю, чтобы хоть на этом одном примере запечатлечь в памяти моей, как крепкие цепи привычки даже для души, уже не питающейся ложью. Пришло мне в голову пойти помыться. Я слышал, что баням, по-гречески они называются, дано такое название, потому что они изгоняют из души тоску. Исповедую и это тебе, отец Сирыш. Я вымылся и остался в том же состоянии, как и до мытья. Из сердца моего не выпарилась горечь скорби. Затем я заснул, проснулся, нашел, что боль моя значительно смягчилась. Я был в одиночестве на ложе своем и вспомнил правдивые слова твоего, Амбросия. Ибо ты, всего Создатель Господи, ты небесами правящий, одевший день сиянием, ночи покой дарующий, пусть тело отдохнувшее вновь за работу примется, вздохнет душа усталая, утихнет скорбь жестокая. А затем постепенно вернулось прежнее чувство. Вспомнил я слугу твою, ее благочестие, ее святую ласковость и снисходительность, которой вдруг лишился. И захотелось мне плакать перед лицом твоим о ней и для нее, о себе и для себя. Я дал волю слезам, которые сдерживал, пусть слиются сколько угодно. Словно на мягком ложе успокоилось в них сердце мое, ибо уши твои слушали плач мой. Его не слышал человек, который мог бы пренебрежительно истолковать его. И теперь, Господи, тебе пишу я эту исповедь. Пусть читает кто хочет и истолковывает как хочет. Если найдет, что я согрешил, плача краткий час над своей матерью, над матерью, временно умершей в очах моих, и долгие годы плакавшей надо мной, чтобы мне жить в очах твоих. Пусть он смеется надо мной, но если есть в нем великая любовь, пусть заплачет о грехах моих перед тобою, отцом всех братьев во Христе твоем. Когда сердце мое излечилось от этой раны, по поводу ее можно изобличать плотские слабости. Я стал лить перед тобой, Боже наш, за эту работу твои совсем другие слезы. Те, которые текут, когда душа потрясена созерцанием мытарств, ожидающих всякую душу, умирающую водами. И хотя, жив во Христе, она еще не разрешившись от тела, жила так, что прославлялась имя твое в ее вере и нравах, я все же не осмеливаюсь сказать, что с того времени, как ты возродил ее крещением, не вышло из ее уст ни единого слова, противного заповедям твоим. А сказано ведь самой истинной сыном твоим, если кто скажет брату своему глупец, то подлежит гиене огненной. И горе человеческой жизни, даже похвальной, если отринув милосердие, ты разберешь ее в мельчайшие части, в мельчайших частях. Только потому, что ты не расследуешь жестоко наших преступлений, мы доверчиво надеемся на какое-нибудь местечко у тебя. Что перечисляет тебе, перечисляющие действительно заслуги свои, и как не дары твои. О, если бы люди поняли, что они только люди, и тот, кто хвалится, да хвалится о Господе. Итак, хвала моя и жизнь моя, Боже, сердце моего, забыв на короткое время о добрых делах ее, за которые в радости воздаю тебе благодарность, теперь умоляю тебя за грехи матери моей. Услышь меня во имя излечившего раны наши, висевшего на дереве и сидящего деснуя тебя, дабы ходатайствовать за нас. Я знаю, что она была милосердна и от сердца прощала долги должникам своим. Прости ты ей грехи ее, если в чем погрешила она за столько лет после крещения. Прости ей, Господи, молю тебя, прости ей, не входи с нею в суд. Милость возносится над судом. Слова твои истинны, и ты обещал милость милостивым. А быть такими – это твой дар. И ты кого помиловать, помилуешь, и кого пожалеть, пожалеешь. Я думаю, ты уже сделал то, о чем я прошу тебя. Но одобри, Господи, добровольную жертву уст моих. Перед самым днем разрешения своего она ведь думала не о пышных похоронах, не домогалась, чтобы ее положили в благовоние или воздвигли особый памятник, не заботилась о погребении на родине. Таких поручений она нам не оставила, а хотела только поминание у алтаря твоего, которому служила, не пропуская ни одного дня, ибо знала, что там подается святая жертва, которая уничтожена рукописание, бывшее против нас. И одержана победа над врагом. Он считает проступки наши и ищет, чем бы обвинить, и ничего не находит в том, в ком мы победили. Кто вернет ему кровь невинную? Кто заплатит цену, которой он нас купил, чтобы отобрать от врага? К этому искупительному таинству прикрепилась вера и душа слуги твоей, да не отторгнет ее никто из-под твоего покрова, да не проберутся силой или хитростью лев или змей. Она не скажет, что ничего им не должна, боясь, как бы ни уличила, ни схватила ее лукавый обвинитель, но ответит, что отпущены ей грехи тем, кому никто не отдаст за то, что она отдал нам, не будучи нам должен. Да пребудет она в мире со своим мужем, до которого и после которого ни за кем не была замужем, которому служила, принося плод в терпении, чтобы приобрести его тебе. И внуши, Господи Боже мой, внуши рабам твоим, братьям моим, сынам твоим, господам моим, которым служу словом, сердцем и письмом, чтобы всякий раз, читая это, поминали они у алтаря твоего Манику, слугу твою вместе с Патрицией, некогда супругом ее, через плоть которых ввел ты меня в эту жизнь, а как, я не знаю. Пусть с любовью помянут они их, родителей моих, на этом приходящем свете, и моих братьев в тебе, Отец пребывающих в православной церкви у моих сограждан в вечном Иерусалиме, о котором вздыхает в странстве своем сначала его и до окончания, народ твой. И пусть молитвами многих вполне и будет исполнена последняя ее просьба ко мне, через мою исповедь, а не только через одни мои молитвы. Книга десятая «Да узнаю тебя, ты меня знаешь, да узнаю тебя так, как ты знаешь меня. Сила души моей, вниди в нее, согласуй с собой, да пребудет она твоим достоянием без пятна и морщины. В этом надежда моя, потому об этом и говорю, и этой надеждой радуюсь, если радуюсь здравой радостью. Остальные блага жизни стоят тем меньше слез, чем больше о них плачут, и стоят тем больше слез, чем меньше о них плачут. Ты же возлюбил правду, и тот, кто творит правду, приходит к свету. Я хочу творить правду в сердце моем перед лицом твоим в исповеди, и в писании моем перед лицом многих свидетелей». «Что могло бы укрыться во мне от тебя, Господь, если бы я и не захотел исповедаться тебе, очам, которого обнажено бездно человеческой совести? Ты скрылся бы от меня, не я от тебя. А теперь, когда стенания мои свидетельствуют, что стал я сам себе неугоден, ты – свет и услада моя, ты позволяешь любить тебя и тосковать о тебе. Да покраснею от стыда и отброшу себя, да изберу тебя и только по твоей благости стану угоден тебе и себе. Каков бы я ни был, я весь перед тобою, Господи. И я сказал, какого плода ожидаю я от своей исповеди, тебе, принесенной не голосом плоти и ее словами, а словами души и воплем размышлений, которые слышало ухо твое. Когда я плох, то вот вся моя исповедь тебе, я сам себе неугоден. Когда я хорош, то вот моя вся исповедь тебе, я не себе приписываю это, ибо ты, Господи, благословляешь праведного, но еще раньше его, грешника, ты делаешь праведным. И исповедь моя свершается перед лицом твоим, Боже мой, молчаливо и неумолчано. Молчит язык мой и вопиет сердце. Нет ни одного верного слова, которое бы я сказал людям, и которого ты не услышал бы раньше от меня. И ничего верного не слышишь ты от меня, чего раньше ты не сказал бы мне. Что же мне до людей, и зачем слышать им исповедь мою, будто они сами излечат недуги мои? Это порода ретива, разузнавать про чужую жизнь и лениво исправлять свою. Зачем ищут услышать от меня, каков я тех, кто не желает услышать от тебя, каковы они? И откуда те, кто слышит от меня самого, обо мне самом, узнают, правду ли я говорю, когда ни один человек не знает, что делается в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Если же они услышат о самих себе от тебя, они не смогут сказать, Господь лжет. А услышать от тебя о себе не значит ли узнать себя? А разве не сожжет тот, кто, узнав себя, скажет, это неправда? Но так как любовь всему верит, по крайней мере, среди тех, кого она связала воедино, то я, Господи, исповедуюсь тебе так, чтобы слышали люди, которым я не могу доказать, правдива ли исповедь моя. Мне, однако, верят те, чьи уши открыла для меня любовь. Изъясни же мне, врачеватель души моей, ради чего я это делаю? И исповедь моих прошедших грехов ты отпустил и покрыл их, чтобы я был счастлив тебе. Ты изменил душу мою верою и таинством. Эта исповедь будет тех, кто ее читает и слушает. Она не дает сердцу застыть в отчаянии и сказать, я не могу. Заставляет бодрствовать, полагаясь на милосердие твою, благодать твою, которой силен всякий немощный, сознавший через нее немощь свою. Хорошие люди с удовольствием слушают о бедах, пережитых другими, и радуются не бедам, а тому, что они были, а теперь их нет. Какой же пользы ради Господи, кому ежедневно исповедуется совесть моя в надежде больше на милосердие твое, чем на свою невиновность? Какой пользы ради, спрашиваю я, исповедоваться мне в этих писаниях перед лицом твоим еще и людям, рассказывая, каков я сейчас, а не каков был прежде. Пользу от исповеди в прежнем я увидел, и о ней сказал. Многие, однако, кто меня знает, и кто меня не знает, но слышал что-то от меня или обо мне, желают знать, каков я сейчас, вот в это самое время, когда я пишу исповедь свою. Ухом своим они не могут приникнуть к моему сердцу, где я таков, каков есть. Поэтому они и хотят услышать мою исповедь о внутреннем, недоступном ни глазу их, ни уху, ни уму. Они хотят мне верить, иначе разве они узнают от меня? Меня. Любовь, которая делает их хорошими людьми, говорит им, что я не солгу в своей исповеди, и в них она сама верит мне. Но какой пользы ради хотят они этого? Желают ли поздравить меня, услышав, насколько я приблизился к тебе по благости твоей, и помолиться за меня, услышав, насколько я замешкался под бременем своим? Я покажу себя таким людям. Немало и уже польза в том, Господи Божий мой, что многие вознесут тебе благодарность за нас, и многие попросят тебя за нас. Да полюбит во мне братская душа то, что ты учишь любить, и поскорбит о том, о чем ты учишь скорбечь. Пусть почувствует эта душа братская не посторонняя, не душа сынов чужих, чьи уста изрекают ложь, чья десница, десница неправды, а душа брата, которая, одобряя меня, за меня радуется, а порицая за меня огорчается. Ибо одобряет ли он меня, порицает ли он меня любит. Я покажу себя таким людям. Пусть радуются о добром во мне, сокрушаются о злом. Доброе во мне устроено тобою, это дар твой. Злое во мне от проступков моих осужденных тобою. Пусть взирают на одно с радостью, а на другое с сокрушением. Пусть из братских сердец, как и скобильниц возносятся перед лицом твоей гимны и рыдания. Ты же, Господи, услаждаясь ароматом святого храма твоего, умилосердясь надо мной и по великому милосердию твоему, ради имени твоего. И так как ты никогда не оставляешь начинаний своих, то уничтожь до конца несовершенство мое. Вот в чем польза от исповеди моей, не в повести о том, каким я был, а каков я сейчас. Да исповедую я это не только перед тобой в тайном ликовании и трепете, в тайной скорби и надежде, но перед верующими сынами человеческими. Они участвуют в радости моей и делят смертную долю мою. Они мои сограждане и спутники в земном странстве. Все равно, предшествовали они мне, последуют ли за мной или сопровождают меня в моей жизни. Это рабы твои, братья мои, которых ты захотел сделать сыновьями своими и моими господами, служить которым приказал мне, если я хочу жить с тобою и о тебе. Если бы сын твой наставлял только словами, этого было бы мало, но он указал путь своими делами. И я иду по нему, действуя словом и делом, действуя под кровом крыл твоих. И в опасности великой находился бы я, не укройся, душа моя под крылами твоими, и не будь тебе известна немость моя. Я малое дитя, но вечно жив отец мой и надежен хранитель мой. Он родил меня и хранит меня. В тебе все мои блага. Ты всемогущ, ты всегда был со мной, был еще до того, как я пришел к тебе. И я расскажу тем людям, которым я служу по повелению твоему, не о том, каким я был, но каков уже я и каков еще до сих пор. Но я не служу о себе сам. Пусть, памятуя это, меня и слушают. Пять. Ты, Господи, судишь меня, ибо ни один человек не знает, что есть в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. И есть, однако, в человеке нечто, чего не знает сам дух человеческий, живущий в человеке. Ты же, Господи, создавший его, знаешь все, что в нем. И хотя я ничтожен перед лицом твоим, и считаю себя прахом и пеплом. Но я знаю о тебе нечто, чего о себе не знаю. Мы видим, конечно, сейчас в зеркале нечто загадочное, а не лицом к лицу. И поэтому, пока я странствую вдали от тебя, я ближе к себе, чем к тебе. Но, однако, я знаю, что над тобой нельзя совершить насилие. А каким искушением я смогу противостоять, и каким нет, этого я не знаю. Если только надежда есть, что ты верен, и потому не допустишь быть искушаемым сверх сил, дабы могли мы выдержать. Есть только надежда. Ты, искушая, в то же время указываешь выход из искушения. И так я исповедуюсь и в том, что о себе знаю. Исповедуюсь и в том, чего о себе не знаю. Ибо то, что я о себе знаю, я знаю, озаренный твоим светом. А то, чего о себе не знаю, я не буду знать до тех пор, пока потемки мои не станут, как полдень перед лицом твоим. Ясно сознаю я, Господи, что люблю тебя, а тут сомнений нет. Ты поразил сердце мое словом твоим, и я полюбил тебя. И небо, и земля, и все, что на них. Вот они со всех сторон твердят мне, чтобы я любил тебя, и не перестают твердить об этом всем людям, дабы оказались они неизвинительны. Ты глубже пожалеешь того, над кем сжалишься, и окажешь милосердие тому, над кем умилосердишься. Иначе глухим возглашали бы и небо, и земля хвалы твои. Что же, любя тебя, люблю я? Ни телесную красоту, ни временную прелесть, ни сияние вот этого света, столь милого для глаз, ни сладкие мелодии всяких песен, ни благоухания цветов, мази и курений, ни манну и мед, ни члены, приятные земным объятиям. Не это люблю я, любя Бога моего. И однако я люблю некий свет и некий голос, некий аромат и некую пищу и некие объятия, когда люблю Бога моего. Это свет, голос, аромат, пища, объятие внутреннего моего человека. Там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеет ветром, где пища не теряет вкуса присытости, где объятия не размыкаются от присыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего. А что же такое этот Бог? Я спросил землю, и она сказала, «Это не я». И все живущее на ней исповедало тоже. Я спросил море бездны и пресмыкающихся живущих там, и они ответили, «Мы не Бог твой. Ищи над нами». Я спросил увеющих ветров, и все воздушное пространство с обитателями своими заговорило, «Ошибается Анаксимен, я не Бог». Я спрашивал небо, солнце, луну и звезды, «Мы не Бог, которого ты ищешь», говорили они. И я сказал всему, что обступает двери плоти моей, «Скажите мне о Боге моем! Вы ведь не Бог! Скажите мне что-нибудь о нем!» И они вскричали громким голосом, «Творец наш! Вот кто он!» Мое содержание было моим вопросом, их ответом, их красота. Тогда я обратился к себе и сказал, «Ты кто?» Я ответил человек, «Вот у меня тело и душа, готовые служить мне, а одно находится во внешнем мире, другая внутри меня. У кого из них спрашивать мне о Боге моем, о котором я уже спрашивал своими внешними чувствами, начиная с земли и до самого неба, куда только мог послать за вестями луч, лучи глаз своих? Лучше, конечно, то, что внутри меня. Все телесные вестники возвестили душе моей судье и председательнице об ответах неба, земли и всего, что на них. Они гласили, «Мы не боги, творец наш! Вот он!» Внутреннему человеку сообщил об этом, состоящий у него в услужении внешней. Я внутренний узнал об этом. Я, я, душа, через свои телесные чувства. Я спросил всю вселенную о Боге моем, и она ответила мне, «Я не Бог, творец наш, вот кто он!» Неужели всем, у кого внешнее чувство здорово, не видна эта красота? Почему же не всем говорит она об одном и том же? Животное и крохотное огромное видит ее, но не могут ее спросить. Над чувствами вестниками не поставлено у них судьи, обсуждающего разума. Люди же могут спросить, чтобы невидимое Божие через творение было понято, понятно и узрено. Привязавшись, однако, к миру созданному, они подчиняются ему, а подчинившись, уже не могут рассуждать. Мир же созданный отвечает на вопросы только рассуждающим. Он не изменяет своего голоса, то есть своей красоты, и не является в разном облике тому, кто только его видит, и тому, кто видит и спрашивает. Являясь, однако, в одинаковом виде обоим, он нем перед одним и говорит другому, вернее, он говорит всем. Но этот голос внешнего мира понимает только те, кто, услышав его, сравнивает его с истиной, живущей в них. Истина же это говорит мне. Бог твой на небе, не земля и не любое тело. Их природа говорит об этом видящему. Она предстает, как глыба меньшая в части своей, чем целом. И ты, душа, говорю это тебе, ты лучший, ибо ты оживляешь глыбу тела, в котором живешь, и сообщаешь ему жизнь. Ни одно тело не может этого доставить телу. Бог же твой еще больше для тебя. Он жизнь жизни твоей. Итак, что же я люблю, любя Бога? Кто он, пребывающий над вершинами души моей? Этой душой моей поднимусь к нему. Я пропускаю ту силу, которая соединяет меня с телом и наполняет жизни его состав. Не эта сила поможет мне найти Бога моего, иначе его нашли бы и лошадь, и му, у которых нет от разума. Но есть эта самая сила, оживляющая и их тела. Есть другая сила, которой я оживляю не только мою плоть, но и сообщаю ей чувствительность. Ее создал Господь, повелев глазу не слышать, но видеть, а уху не видеть, но слышать, определив каждому чувству в отдельности его место и его обязанности, разной выполняя их помощь, оставаясь единым. Я разум пропускаю и эту силу мою, и она есть у лошади и мула, и у них тело обладает внешними чувствами. И так пропускаю и эту силу в природе моей, постепенно поднимаясь к тому, кто создал меня. Прихожу к равнинам и обширным дворцам памяти, где находятся сокровищницы, куда свезены бесчисленные образы всего, что было воспринято. Там же сложены все наши мысли, преувеличившие, преуменьчившие и вообще как-то изменившие то, о чем сообщили наши внешние чувства. Туда переряно и там спрятано все, что забвением еще не поглощено и не погребено. Находясь там, я требую показать мне то, что я хочу.